Здравствуйте, уважаемые поклонники хоккея! Это программа Овертайм, последний, по хоккейному говоря, крайний выпуск в этом телевизионном сезоне. И весь этот сезон от и до мы прошли с нашим экспертом, тренером «Авангарда» Антоном Алексеевичем Курьяном. Антон, приветствую тебя! Добрый день! Поговорим в целом о сезоне, который завершился с точки зрения результата общего. Победил ЦСКА. Ты доволен? Ты болел за ЦСКА? Я болел за Саню Попова, конкретно не за ЦСКА. Но там был Денис Зернов, ну, наверное, все-таки... Саня перевешивает? Ну, не то, что перевешивает. Он свой. Мы с ним много прошли. И тот плей-офф, который он показал, не случайно награду получил. И я видел видео в одном из инстаграм, как полный автобус. Очень долгое время скандировал Сашу Попов. Ребят. Вот скажи мне, то, что Попов в 41 год лучший игрок финала плей-офф, в общем, лучший игрок плей-офф, это о чем говорит? Он такой молодец, либо уровень нашего хоккея все-таки упал? Ну, здесь, наверное, нету одной какой-то причины. Во-первых, это его здоровье, его подготовка. Во-вторых, опять же, если была бы большая конкуренция, тяжело играть 41 год. Ну и в-третьих, наверное, я думаю, очень большая заслуга Игоря Никитина. Как его готовили, как его подводили. И я знаю, что он не играл все игры в сезоне, его готовили именно в плей-офф. То есть, как бы, те задачи, которые ставил ЦСКА, и то, что из него пытались вытащить и вытащили, все лучшие качества, все сильные качества именно в плей-оффе. Нехорошая такая традиция говорить, если бы, да кабы, но я все-таки спрошу, если бы мы были на уровне, на месте Металлурга, вернее, мы бы смогли навязать сопротивление ЦСКА и выиграть кубок? Ну, наверное, да, почему нет. Мы посмотрели игры с магниткой, с ЦСКА. В принципе, сказать, что кто-то кого-то переиграл, нет. Но об этом рассуждать, я думаю, не имеет смысла. Следующий тогда вопрос. Боб Хартли ушел. Вот что он оставил после себя, ты работал с ним. Вот что останется в авангарде от Боба Хартли? Какие принципы, какие фрагменты системы может быть? Ну, я думаю, наверное, основная канва останется. В плане, если это бытовой организации, если это спортивная часть, это организация тренировочного процесса, тренировочного дня, расписания. Но, наверное, более детально, если углубляться, это нужно главным тренером философию. Но я думаю, что какая-то основная канва, дорога, она будет та же. По-другому спрошу, чем тебе запомнился Хартли? Вот какие наиболее яркие фрагменты, проведенные с ним, отложились у тебя в подсознании, может быть? А чему тебя научил? Там что ни день, то что-то было новое. Ну, на самом деле, научил, не то что научил, а показал ту работоспособность, как он был предан. Приходил в 7.30 утра, сидел на работе, мы смотрели видео НХЛ, обсуждали, вырезали, показывали команде. То есть, настолько деталей, вот эти мелочи, которых даже, наверное, никогда бы не задумывался. То есть, ты провел столько лет в хоккее, и тебя Хартли чему-то смог научить новому? Ну, во-первых, я думаю, что если бы мы, он нам попался, когда я играл, наверное, был бы шанс выиграть пораньше. И там, клюшки, расположение, каянков, брасывание, ну, такие моменты, которые, ну, наверное, показатель, насколько далеко мы от НХЛ. Он диктатор или демократ по характеру? С журналистами всегда был демократ. Я не скажу, что он диктатор, но... Уъедливый. Был такой четкий путь. Если так, есть право-лево, дорога нет, только прямо. Даже если она вот такая, ухабистая, с ямами, она все равно прямо. Верил в то, что делает, не отступал, не сомневался. У него была такая фишка, долгие разговоры с игроками, митинг назывался, да, то есть встреча с игроками. С тренером он также разговаривал. И о чем шла речь, когда вот он хоккеистом обращался, вот один на один? Ну, когда были индивидуальные встречи, то есть он задавал вопросы игроку, игрок на них отвечал. И каждый тренер по цепочке, не то что спрашивал, а высказывал свое мнение относительно там каких-то игровых качеств, или что улучшить, или на что обратить внимание. Если это защитники были, то Дмитрий Анатольевич и Жаку больше они там в этом участвовали, если по нападающим больше я участвовал, с вратарями Звягин, вот. Потому что есть моменты там условно Грицук, условно Найт, и там условно Дедунов. У всех свои разные функции, плюсы-минусы, поэтому, ну, такое было неформальный диалог один на один. С кем-то было более жестко, с кем-то нет, но это не выносилось за пределы тренерской. Ты выучил английский язык за этот год? Ну, так приходилось, у нас расписание все на английском. Как он вообще относился к России, к российскому хоккейу? У меня ощущение, что у него было очень большое уважение к стране, в которой он работает. Это редкость для иностранца, прямо скажем. И он уехал отсюда без камня за пазухой. Он когда приехал, прошло какое-то время, он сидел так и говорит, блин, меня звали там лет пять-шесть назад работать сюда, но я отказывался. Говорили, что здесь так все плохо, что здесь очень много, куча проблем. Но я приехал, увидел совсем другую картинку. И оказывается, все улыбаются и помогают. И не встретил что-то такого, чего бы его смутило и на что бы он там негативно реагировал. Причем он начал с Омска. Очень много было разговоров, что он приехал только в Москву, он приехал в Омск изначально. Ему Омск очень понравился. Солнечный, да, город. И он всегда говорил, вот это очень похоже на мой родной город. Позитив. Уезжал, мы его провожали, пять-шесть-семь баулов, куча подарков. Из-за стола доставал, всем там один подарит. Второй подарили ему коньки, старые такие. Еще играли кожаные, наверное, в 80-х, 70-х годов. И он на них поставил, там, был Михайлов, Якушев. Третьяк еще, по-моему. Третьяк и четвертый тот, не помню. Вот он их сделал, два конька с двумя росписями. Сказал, приеду в Канаду, с другой стороны сделаю там что-то, может, фотографии. И так куда-то их пристроят, там, в музей или там, не знаю, кому-то. Вот небольшое уточнение, небольшое уточнение вот к тому, что говорит Антон. Я не ожидал, вот он попрощался со всеми, провел пресс-конференцию и потом лично позвонил мне. Кто я? Обычный журналист, да, который работал с командой, катался четыре года. Мы поговорили с ним на смеси русского и английского, и мне было просто приятно. Когда с тобой так по-человечески прощаются, когда просто дают понять, что твоя работа была ценна, что ты не просто так катался с авангардом. Это дорогого стоит. Ну, если так, еще один момент такой, он может быть незаметный, но очень тонкий. Это первый тренер, у кого висели над его рабочим местом фотографии Тихонова и Третьяка. То есть, настолько его уважение и знание, и любовь, наверное, к этому противостоянию Канады-СССР. Он всегда о нем говорил, он очень часто общался с Третьяком. Всегда еще подкалывал вратарей, говорит, если они пропустят из-за ворота, я буду звонить Третьяку, просить, чтобы он на ворот вставал. Такие шутки были. Ну, я думаю, вот это его уважение к культуре, во-первых, к языку. И если назад отмотать, то он выигрывал в разных лигах, с разным менталитетом, с разной языковой культурой. И везде же нужно подстраиваться и суметь за собой весь коллектив построить, настроить, чтобы они шли в унисон. И я еще скажу, он еще справлялся с диким давлением, потому что было давление прессы, давление, не знаю, блогеров тех же, как он к этому относился. Потому что я вот думаю, если бы так был развит интернет в 2004 году, Белусов, может быть, даже не выиграл бы золото. Он в этом плане научил немного нас, сказал, что если вы не можете это контролировать, не обращайте внимания. Если бы я на каждого обращал внимания, я бы уже не работал. Все. Вот это могу только делать свою работу и отвечать за своих ребят. Что пишут со стороны, это, говорит, мнение. У каждого свое. И мне это не касается. Ну вот сейчас он ушел. На твой взгляд, то, что будет дальше, мы будем развивать систему? Нужно развивать. У нас есть команда высшей лиги появилась. Ребята есть, они есть хорошие, 4-го, 5-го, 3-го года. Но им нужно время. И вот как раз команда приехала в Омск, чтобы была внутренняя конкуренция. Тяжело, когда команда там, ты выдергиваешь пацана, он приехал, пока освоился, пропустил ряд матчей своих регулярных. Вернулся обратно. Растренированный опять же, да. Ну, не то, что растренированный, просто нагрузки. Выбившись из бедра. Да, нагрузки в КХЛ немного другие. Он все время должен работать на максимуме. Соответственно, он немного, батарейки садятся, непривычно, опыта нет. Здесь все через Иртыш. Можешь, готов, пожалуйста, нет. Есть другой. Во-первых, это создаст внутреннюю конкуренцию в ХЛ, в МХЛ. Ну, так мы и росли. Мы росли так. У нас было 3-4 центральных, я помню, на одно место. Поэтому... Выгрызай, как говорится. Да. Тут очень интересный лозунг. На стенах раздевалки я прочитал. Твоя цель – левый берег Ратыша. Так оно и есть. Ну, да. Если честно, даже не видел, не задумывался. Мы это покажем сейчас. Мы пройдем с ним, и мы покажем это все дело. Он недавно появился, обновился. Вот такой вопрос. Твоя оценка как товарища, как хоккейного соратника Дмитрия Рябыкина. То есть, какой он был, какой он сейчас есть. Чего нам от него ждать? Ты каким был, таким и остался. В принципе... Прямой. Прямой. В лицо, в глаза. Открыто. И я думаю, что... Не зря. Даже Боб, когда уезжаю, сказал. Этот тренер готов стать главным. Ну, про тебя тоже сказал, кстати говоря. Ну, не помню. Специальный вопрос задал. Дмитрия Анатольевича, то, в принципе, я думаю, что опыт у него очень солидный. Он проработал в Омске сколько там, 2-3 года, да? С разными тренерами. С разными тренерами. Поиграл с разными тренерами. В принципе, не вижу таких предпосылок, чтобы могло помешать. То есть пора ему уже браться за работу и работать полностью. Хотя вот мы сейчас об этом говорим, а ведь он уже был главным тренером в состоянии форс-мажора, когда вот помнишь, когда Рейкин не поехал с командой на выезд на Дальний Восток по медицинским причинам. Поехал Рейбыкин и выиграл все матчи. Ну, опыт есть. Из разряда, как в прошлом году, мне сказали, ты не боишься? Я говорю, а что будет сегодня и завтра, в чем разница дня? Если ты сегодня начнешь или завтра начнешь? Так же и Рейбыкин. Что изменится? Если что? Ты хочешь, ты готов, да. Я не буду спрашивать подробности, конкретности какие-то, конкретику вернее. Но ты же с ним общаешься сейчас, да? То есть идут разговоры какие-то предварительно? Ну, я ежедневно на связи, поэтому, в принципе, рабочий режим. Самая главная команда возвращается в Омск. И вот я всем задаю вопрос. Ты полностью все свои вещи перевез сюда? Ну, у меня их особо много не было. Я жил по дворце. Поэтому, да, сразу все привез. И даже не сомневаюсь, что мы будем здесь и выйдем на арену. Что можешь сказать, вообще опять оборачиваясь вслед к прошлому сезону? Можно ли говорить о том, что в новой реальности, которая на нас сейчас оказывает воздействие, политическая реальность, да, больше шансов появляется у молодых? Однозначно. Ну, на сегодняшний день, да, никто не знает, что будет завтра. Про мы ребятам молодым говорим, и те, кто сейчас контракт подписывает с ВХЛ, что вот вам шанс. Только вы будете показывать, и только от вас зависит игровое время, команда, в которой вы будете играть, и Берег РТШ, на котором вы будете играть. Мы сюда пришли с тренировки, второй лед Академии, ты там тренировал вместе со Свитом. Что это за ребята? То есть уже, скажем, какой-то просмотр предварительный сейчас начинается, да? Нет, это команда 2005 года рождения, они попали на финал, и вот выходим с ними, они через две недели уезжают, наверное, поменьше, наверное. Выходим с ними, там, так, не то что помогаем, подсказываем, как-то со стороны, там, Саша, там, вбрасывание берет, что-то по большинству вместе, там, встали, постояли. Ну, немного ребят так, нельзя прийти и сказать, вот давайте вот так, это уже, это неправильно. Просто чем мы, что мы можем улучшить, и что мы можем успеть, чем помочь за такое короткое время. В целом, если говорить о том, что сейчас вам предстоит, какая работа, вот, что главное, на что вы будете обращать внимание в первую очередь? Ну, если конкретно мою обязанность брать, то у нас центральный будет, от этого очень много будет зависеть, потому что был найд в большинство, 60% вбрасывание, шайба в зоне, меньше времени троится на раскат, больше времени остается на игровой зоне, поэтому, ну, а здесь Толчинский, Грицук. Это, по сути дела, две-три первого звена, нужен центр, да? Центр, в любом случае, нужен, потому что будет брать вбрасывание. И центр какой, центр будет праворукий, леворукий, там, мощный, быстрый и умный, то есть, пока, ну, не то, что вопросов много, пока это так все в рабочем режиме. Подписан Горшков, это, скажем так, уже определенное движение в какую-то сторону. Означает ли это, что, опять же, будет сделана ставка на работящих нападающих, в первую очередь? Потому что Горшков, он такой, 31 год, но он очень большой объем работы и чем-то мне Попова напоминает. Ну, я бы, наверное, давайте пусть приедет, сначала мы посмотрим на него, потому что за всю свою карьеру много раз видел, когда приходят ребята в топ-клуб, они немного... Теряются. Не то, что теряются, психологическим давлением многие не справляются. Вот, ну, надеюсь, что он готов, и он знает, куда идет, традиции клуба. Самое главное, что цели и задачи клуба. А цели остаются прежними, самые высокие места, получается так? Ну, а без таких целей, в принципе, неинтересно играть. Означает ли вот все это, то, что, допустим, тот же Горшков, да, невысокого роста, там, говорят про Михалеса, не знаю, правда или нет, вот, что может быть вот этот крен, который был в том году на высоких, мощных игроков, он будет немножко как бы снижен, да, то есть больше игровичков будем брать? Ну... Твое мнение, просто экспертное. Я думаю, что мы посмотрим, ну, с другой стороны, магнитка показала, да, что небольшие нападающие, быстрые, скоростные, в первую очередь, да, решали, они дошли до финала. Но была ЦСКА команда, которая системная, в принципе, крупная, тоже дошла до финала. Я думаю, здесь нужен баланс и вопрос, как себя ребята эти проявят. Потому что, если мы берем телеги, ну, он большой, крупный, ну, это машина, это рабочая такая сила. Поэтому я думаю, что баланс в любом случае нужен. Спасибо большое. И это был Антон Курьянов в очередном выпуске программы Овертайм. Чёрный хлеб на столе Чашки кофе холодных Свет ушедшего дня Полыхнул и погас Наши души легких Наши губы свободны Ибо небо за нас Наше небо за нас Высоко, высоко Где никто не достанет Далеко, далеко Где никто не найдет Высоко, высоко Где никто не достанет Далеко, далеко Где никто не найдет Мы помчимся с тобой Словно вещи и листья Словно светлую весть Далеко рад понесем Не впервые вдвоем Но впервые так близко Доверяя всему Западая во всем Высоко, высоко Где никто не достанет Далеко, далеко Где никто не найдет Высоко, высоко Где никто не достанет Далеко, далеко Где никто не найдет Где никто не найдет Где никто не найдет Где никто не найдет Пустятся крылья Если скажут тебе Оставайся в пыли Я на крыльях своих Подниму нас над пылью Я тебя все равно Отниму земли Высоко, высоко Высоко, высоко Где никто не достанет Далеко, далеко Где никто не найдет Высоко, высоко Где никто не достанет Далеко, далеко Где никто не найдет Где никто не найдет Где никто не найдет Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok